Здравствуйте, уважаемые друзья, господа и дамы, я нахожусь в моем любимом скейт-шопе Траектория, где я буду сегодня собирать себе замечательный скейтборд, так как началось лето, добро пожаловать в сезон, и на примере своего скейта покажу вам все всякие всевозможные особенности, как вам нужно собирать, клеить шкурку, крепить болтики, аккуратно трактор, я пошел, погнали. Та-дам! Вот мы и добрались в скейт-комнату Бордшопа Траектория, где мы выберемся скейт, есть скейты, есть колеса, есть все остальное, сейчас будем показывать, рассказывать, что куда кого. Так, начнем выбор с доски. Доски бывают разные, китайские, европейские, американские, вот замечательная есть доска с орлом, бренда Anti-Hero, не герой, для бэтбоев, можно такое выбрать. В общем, на самом деле, доски бывают разные, бывают вот наши доски самоизоляция, от Бордшопа Траектория. Влад Орьонов нарисовал замечательную доску такую. Вот, главное, что нужно понимать, доски отличаются по ширине, длине и все-таки конкееву, ну и плюс фабрика, где производится. Собственно, вот могу наглядно показать, вот есть широкая доска, это девятка, вот я такое люблю, либо для больших пацанов с большой ногой или девчонок, вот, а есть узкие доски, вот есть вот такие, план B, вот, чтобы вы видели наглядно разницу, это доска 7,5, а это 9. На самом деле, это все неважно, если вы маленький, вам нравятся большие доски, и я вас приветствую вот на такой вот, а вдруг вы трехметровый человек и хотите на маленькой кататься, добро пожаловать, это не имеет значения, это вкусовщина, каждому, что нравится, тот и выбирает. А я, а я выберу доску моего любимого замечательного бренда, сейчас, где она там стоит, опа, это абсурд роликовые доски, русская доска, вот такая вот старушка с дизайном Андрона Маркелова, вот такая красивая, под шпон, я уж старый парень, это как Вольво, люблю такие классические доски, будем ее собирать. Так, переходим к оснащению нашей замечательной брычки, значит, начнем с подвесок, вот, подвески также бывают разные, бывают повыше, бывают пониже, и бывают пошире, поуже, под каждую доску вы выбираете подвески по ширине доски, для этого есть специальные таблички, вот, есть подвески чуть поуже, чуть пошире, разненькие, также разная жесткость бушингов бывает, вот, я сегодня буду пробовать замечательные подвески от Film Trucks, такие красивые, сейчас подберу свой размер, что вот эти узковатые, вот, 5N5, вот такие подходят под мою досочку, возьмем их. Далее переходим к колесам, колеса бывают тоже разные, безобразные, классные, вот, собственно, колеса отличаются по форме, сейчас найду какие-нибудь классические, вот, есть такие классические таблеточки, вот, раньше все катались на таких, ну, по крайней мере, у нас совсем в древности все катались на больших и жирных, вот, есть вот такие вот таблеточки, значит, они отличаются по жесткости, по форме, собственно, ну, и производитель, есть вот такие классные Spitfire, который считается эталоном классных колес по всему миру, вот, есть всевозможные аналоги, вот, есть Жуарт, есть Сианик, еще я знаю, что бонис, вот такие колеса с названием Кости, тоже очень классные, но я предпочитаю Spitfire, сейчас я найду себе подходящие, покажу вам, что я выбрал, не, ну, бонис точно не мои, так, я выберу себе вот такие колеса Spitfire, 58-е, большие мужские колеса для катания в пуле, они идеально подходят, потому что у них классный накат и вот такой замечательный толстенький шейп, мне очень нравятся такие колеса, вот, если вы все-таки катаетесь в 3-те, то вам нужно что-то поменьше и по-классичнее, если вы любите бывать грани, ну, вот, сравните, вот маленькое колесико, вот мое большое толстое, его даже не видно, так что буду гасить на вот таких. Основное различие в колесах, вот есть вот такие маленькие таблетки, это для обивенцев, грани, прыгателей со ступеней и прочих технарей, которые любят доски полегче, помягче и всякой приколюхи, кикфлипы и шлипы. Для тех, кто любит просто носиться быстро, вот есть такие большие колеса PowerPerialto Classics, вот, собственно, посмотрите на отличие, это как джип, это спортивная феррари, выбирать вам остальное все вкусовщина. Далее переходим к болтикам, слайдерам и подшипникам. Вот, подшипники есть, собственно, обычные, есть керамические, вот такие замечательные. Керамический прослужит гораздо дольше, ну и стоят они в разы дороже. Если вы любите следить за подшипниками, не прыгайте с 20 ступеней каждый день, то ваш выбор керамика, на пару лет вам ее хватит, ничего с ней не случится. Если вы убиваете грани, то, пожалуйста, вот вам рэперские подшипники, мозаик, скейт, мафия, да? Вот просто классно, какая коробочка красивая. Но мой выбор, подшипники Траектория, уху! Фирменные, брендовые, смотри, какие-то. Опа, разбросались, красненькие, как я люблю, мой любимый цвет. Возьму их. Так, дальше берем болтики. Болтики, на самом деле, такая часть. Если вы, конечно, любите поддержать радужные движения, вот для вас есть специальные разноцветные. Если вы рэпер, есть с золотым болтом, пожалуйста. Если вы любите сардить арбузы, помидоры у бабушки на грядке и зеленые, я возьму черные, Dead Inside, классика. Вперед! Дальше я возьму себе проставочки, потому что колеса я взял 58-е и для этих подвесок нужно дать им чуть больше места. Вот такие замечательные проставки есть. Если вы ставите колеса 60 и больше, берите толстые, это вот 1,4. Если у вас колеса 54-56 подходят, вот такие. Можно обойтись без них, но с большой вероятностью доска будет виллбайтить, то есть закусывать, и это будет не очень прикольно. В принципе, если у вас там 51-е колеса и стандартные подвески, то вообще проставки можно не ставить. Я люблю кататься с проставками, так что выберу вот такие. Дальше у нас есть замечательные слайдеры, очень красивые. Слайдеры такая вещь в дань уважения к ластике. Раньше ребята в верте ставили такие штуки, чтобы не царапать доску, чтобы она жила 100 лет. Я прикручиваю один такой, просто по приколу, потому что мне так нравится, так красиво модно молодежно. Вот, это вообще необязательная вещь в скейтборде, но мне очень нравится. Идем за шкуркой. Шкурки у нас бывают разноцветные, бывают вот такие с буквой U, если кто знает, что это такое, бывают вот такие. Я возьму бланковую черную, я за классику. Ну, они отличаются там по жесткости, бывают разные, кто-то любит там сотку, 90, но это такая уже, знаете, это все равно, что выбирать виды кока-колы, там, кока-кола, 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 кока-кола. Короче, одинаковое все. Если кто-то там мне напишет, что вот он любит такую шкурку, и она самая лучшая на свете, знайте, что она делается в мытищах, скорее всего. Начинаем. Значит, я все собрал, еще раз напомню, что я собрал, это доска Absurd Skateboards 8.5, вот такая замечательная деревянная, с рисунком Маркела, очень красивая, классная. Вот, городская среда называется рисунок. Вот такие вот колеса, Spitfire, Formula 4, 58 достаточно большие и шейп у них называется OG Classic, в дань старым временам. Очень прикольно выглядит, такая достаточно новая модель, буду пробовать. Замечательные подвески Film Trucks от европейских наших друзей. Делает, на самом деле, их тот самый же штрих, который был одним из основателей бренда Клише. Кто-то знает, есть и олдфаги на месте. Если вы в 2005 родились, то эти слова для вас ничего не значит, просто классные европейские подвески. Собственно, 5.5 их ширина, это именно под мою досочку будет классно. Вот, затем у меня есть замечательная шкурка G-Sub Blank, все здорово. Подшипники Траектория, проставочки у меня есть небольшие, пик, собственно и болтики. Дальше у меня есть для этого всего мне понадобится ключик, вот такой замечательный опасный нож, шестигранник и у меня есть вот такой вот, как правильно называется, рашпиль, круглый напильник. Сейчас вот мне там напишешь, аааа, не инженер, не знает. Короче, вот такой напилок у меня есть, чтобы шкрябать, дырявить людей. Нет, шучу не людей, животных. Ой, шучу не животных, в общем доски буду им ровнять. Собственно, приступим. Начнем с доски. Берем нож, делаем ляс и все, какая красота. Снимаем эти пленки все. Ой, сразу видно, 7 слоев лака, как в Бентли, смотри. Мусор, выкидываем. Значит, как мы будем клеить шкурку? Будем клеить классическим способом, я называю его сельский. На самом деле есть много разных видов, можно порезать шкурку по частям, можно соединить несколько шкурок, можно взять прозрачную шкурку, наклеить какую-то наклейку под шкурку, чтобы ее было видно, там, я люблю свою маму, например, или там любой лозунг, который хотите, любую картинку из аниме вашего любимого. Собственно, показываю сельский метод. Берем, значит, отклеиваем с одного конца на себя. Сейчас бы на маникюрчик не пригодился бы, да? Вот так вот аккуратненько снимаем это все. Вот эту штуку мы сохраняем, сейчас покажу для чего она пригодится, эта бумага красивая. Дальше берем и на доску сначала ляз вот так вот проверяем, что все сошлось, крепим на края и вот так вот раз придавливаем с центра. Собственно, все мы не идеальные люди, смотрите, на этот край у меня зазор такой, а здесь зазора вообще нет. Это значит то, что меньше резать с этого края. Дальше мы берем вот эту вот замечательную штуку, кладем ее вот так или так, кому как нравится. Просто рука круче скользит по поверхности вот такой гладенькой, а не по шкурке, собственно, вы так не погладите. Вот разглаживаем всю эту лабуду, все эти пузыри там и прочие неровности. Но на самом деле, если они появляются, ничего страшного, не надо плакать, не надо стесняться, потому что это скейт, вы ногами пинать будете, а не смотреть на него в углу, как я, ближайший год. Если появляются вот всякие такие неудачные моменты, собственно, это может произойти, либо пузыри, можно смело взять ножик и вот так вот порезать, чуть-чуть попрорезать, если это пузыри, попрокалывать их. Обычно сейчас шкурки делают пористые, но всякое бывает. Я лучше вот на местах стыка попрокалываю и еще попридавливаю. Значит, да, пока убираем нож, берем наш замечательный напильник и проходим все по кругу, чтобы увидеть очертания доски и собственно загладить край, чтобы он потом легко срезался. Вот так это делается. Вот, можно подверженную доску на край стола. Особо неповторимый стиль. Дальше берем нож, откатываем побольше и очень важно, нужно двигаться на себя. Не режем от себя, это будет отстойно. Если вы смотрели фильм, мультфильм про серфинг, медленно не отрывая от ботвы, вот это вот все. Вот так вот не надо это делать, но если вы такой, конечно, можете попробовать. Собственно, показываю. Раз, зацепились и пошли в одно движение. Чикс, чикс, ляп, студапс. Главное не порежьте стол себя, очень аккуратно все наделать. Медленно, красиво. Если вот тут уже неудобно, просто берем, срезаем кусочек. Шкурочку, вот эти остатки не выбрасываем, она нам пригодится. Сейчас скажу, для чего. Перевернули фингерборда? А? Для фингерборда? Конечно, для фингерборда. Если вы аутист, вам нужно же знать руки, фингерборд. Ладно, шучу. Можно использовать для фингерборда, можно как приклеить куда-нибудь на какую-нибудь школьную принадлежность. Но на самом-то деле, мы берем кусочек шкурки и проходимся по краю, чтобы, мало ли, доска попадет в вашу бордюр, шкурка отскочит. Просто берем и проходимся по краю. Так, это нам более не надо. Можно подрезать всякие неровности. Бесит меня этот кусочек. Ляпс. Все, великолепно, изысканно, изумительно. Вот. Далее. Переворачиваем ее назад. Берем замечательный шестигранник, потому что в случае остального инструмента ничего сюда не влезет, ни нож. Я в детстве делал, кстати, из ручки вынимал стержень, не стержень. Всегда протыкал, потому что в школе был. Сейчас я делаю это шестигранником. Засовываем шестигранник, придерживаем пальцами с другой стороны и делаем дырочки. Раз, лёпс. Очень легко и непринужденно они делаются. Все просто. Скейт это не нанотехнология, это всего лишь доска с четырьмя колесиками и игрушка для бородатых дядей. Так, у нас появились дырочки. Далее. Начнем прикручивать подвесочки. Чтобы их прикрутить, сначала нам нужно вставить болты. Распаковываем болтики. Для особо одаренных есть такой метод. Можно вот так вот взять, отверточкой взять, пошурудить. Вот так вот, чтобы они побольше стали, убрать все ненужное. Ну, это если вы эстет. Если нет, можно и так, конечно, напихонькать. Но мы сделаем все по красоте. Так, на самом деле, помните, я говорил, что взял черные болтыки, но на самом деле возьму разноцветные, потому что с перепугу взял не те, слишком большие. У меня не такие большие проставки. Если у вас большие проставки, берите большой болт. Собственно, берем, вставляем их. Наживляем розовенький, зелененький. Какой еще, синий, наверное? Голубой. Ставим вот так на ребро. Туда вешаем проставочку. Лёпс. Не, по-моему, не так, потому что так. Сейчас узнаем. Подвеска для тех, для особо одаренных кинпином всегда внутрь. Да, я не так поставил. Вот так получается. Раз. Двес. Готово. Болтики взял прям впритык. Чуть наклоняем, пальчиком болтик подпираем. К каждому цвету своя гаечка. У меня есть болт, мне нужна гайка. Песня знаешь такую? Не знаешь? Можно включить ее тут будет? Я как болт, мне нужна гайка. Залезть в резьбу ее, будто я папа. Наживляем болтики. Все делаем руками, все делаем сами. Не надо просить маму с папой. Нормальный скейтбордист собирает все сам. Тоже самое проделаем с другой стороны. Так, наживили. Собственно, скейт уже стоит. Далее нам понадобятся шестигранники и замечательный ключик. Если у вас нет этих инструментов, можно, конечно, воспользоваться плоскогубцами, пассатижами, зубами, чем угодно. Бывают, кстати, болтики еще на отвертке, на классический, на вот такой вот крестовой. Но по моему опыту скажу, что они быстрее приходят в негодность. Часто можно переусердствовать и сорвать резьбу, и потом надо будет их отпиливать, ломать и что-нибудь с ними делать. Но из плюсов у каждого Михалыча, или там автомобилист, или у друга всегда есть отвертка под рукой. Вот такой шестигранник найти порой сложно. Но на самом деле, вот честно скажу, что я обычно их зажимаю один раз, и в принципе этого хватает. Но если вы агрессивно прыгаете с 25 ступеней каждый день, то вам это все понадобится. Так, ставим и закручиваем. Не нужно сильно передавливать болтики и не докручивать тоже. Нужно, чтобы они стали вровень со шкуркой. Я вот обычно поджимаю крест-накрест. Сначала два вот этих, потом два следующих. Собственно, никаких супер лайфхаков здесь нет. Вы просто прикручиваете кусок железа в кусок дерева, и получается магия. Мэджик. Все. Прикрутили болтики. Дальше приходит время колес. Вот так вот распаковываем. По-варварски. Порвал все бумажки. Там, кстати, наклейка внутри, наверное, даже номер, ну-ка. Да, имеется. Такое вот с крыльями. Если наберем тысячу лайков, надеюсь, я такую татуировку хотите. Пулемет. Начинаем ставить колеса. Собственно, откручиваем вот эту гайку. Она обычно откручивается руками. И тут очень важная деталь. На подвеске при продаже вот такие две замечательные проставочки. Они очень важны, потому что многие их не ставят. И я покажу, в чем получается проблема, если их не поставить. Значит, соберем подшипник. Открываем его. Собственно, ставим его вот так вот внутренней стороны туда. Какой стороной мы хотим поставить колеса, той первой и начинаем, собственно, запрессовывать. Колеса обычно все twin-tip, то есть одинаковые с этой стороны и с этой. Можно поставить как этой стороной, так и рисунком. Я, как классный скейтер, буду ставить вот этим вот наружу. Также есть специальный пресс. Но мы сделаем все по старинке и без пресса. Просто надавливаем аккуратненько руками и проверяем, чтобы она крутилась более-менее ровно. Собственно, вот он запрессован. Следующий подшипник мы вставляем вместе с специальным проставочным, замечательным вот таким куличком, стержнем. Одеваем подшипник. Перед этим не забываем поставить вот такую проставочку. Это сделано для того, чтобы вы закрутили колесо очень плотно, оно никуда не ходило, но при этом все крутилось. Собственно, запрессовали. Отлично. Одеваем еще одну проставочку. И закручиваем гаечку. Собственно, и повторяем это четыре раза. Для чего я вставлял вот эти гаечки? Потому что многие скейтеры у нас любят кататься вот с таким колесом. Это плохо, это отстойно, это не контроль. Так делать не должно. Колесо должно сидеть плотно, потому что, когда вы заходите на грайнд, либо просто, представьте, у вас четыре колеса плавают. Это просто ужасно. А у нас полстраны так катается. Поэтому берем ключик, закручиваем, чтобы плотно, чтобы ничего никуда не ходило, но при этом колесо вращалось. Поэтому очень важно сохранять все эти проставочки. Собственно, вот. Поверяем, чтобы колесо почти никуда не ходило. Поджимаем аккуратненько. И при этом колесо никуда не ходит, крутится ровно. И у нас так получается, что если вставить все проставочки, то обычно стержень подвески не выходит за гайку. И поэтому, когда вы будете прыгать, доска будет тереться об асфальт, он не сточится. А когда вы не доставляете все эти проставочки, он торчит, он стачивается. Его приходится натачивать заново резьборезом при смене колес. А так подвески прослужат дольше, лучше, быстрее, сильнее, выше. Уху! Повторяем четыре раза. Поехали. История вообще, откуда я это узнал? В 2004 году в Москву приезжала команда Той Машин с Эдом Темплентоном. Там кто-то еще был. Кто-то, блин, не помню. Но это точно помню, свой impossible. В общем, и к нам подошел один из райдеров. И такой, говорит, посмотрел скейт, лечет, расписался. И такой смотришь, что колеса шатаются. Он говорит, это что такое? Зачем? Почему вы так делаете? Он говорит, вот так показывает свою доску. У него все закреплено, все круто. Говорит, это не контроль. На ломаном английском я это тогда все понял. И такой, ааа, вот оно что. А у нас как бы до сих пор. Сколько 2021 год? 20 лет прошло, люди все так же катаются. Если у вас, вы поставили проставки и ось все равно, то есть выходит, торчит, можно поставить по две проставочки. Для этого вот они идут в комплекте. Здесь, может, их очень много. В хороших подшипниках их там несколько штук. Но их, на самом деле, можно в любом строительном магазине купить. И у вас все будет классно. Как бы все будет четко. Стильно, модно, молодежно. Есть такие у нас умельцы, которые открывают подшипники. Вот это называется пыльник по-русски. Можно его сковырнуть ножом. И там покажется, собственно, сам подшипник, вся его внутрянка. И считают люди, что так быстрее ездится. И такой звук получается. Многие до сих пор так делают и уверены в этом. Мое мнение, что это, конечно, брехня. Это все равно, что сказать, мытые диски на машине быстрее. Или там, ну, это какая-то бред. Пыльник сделан, чтобы туда не попадала всякая грязь. И, в принципе, он отлично выполняет свою функцию. Я вот не снимаю. То есть, я считаю, что это глупо. Ну, когда я чищу подшипники, собственно, я их снял. И одел обратно. Они защелкиваются. Очень классно. Собственно, доска готова. Почти. Остались финальные штрихи. Дальше покажу вам, как крепить слайдер. Есть такой небольшой лайфхак. Обычно он ставится вот сюда. Здесь ставится второй. Но я катаюсь только с одним под переднюю кромку доски. То есть, под носочки. Нужно отступить где-то сантиметр, так визуально. И посмотреть, чтобы он нормально был между колесами. И он крепится на болты. Не боимся, вкручиваем доску. Ничего страшного из-за этого не будет. Ничего с ней не случится. Но, чтобы он не добежал, так как он сделан из пластика, можно воспользоваться двухсторонним скотчем. Наклеить его сюда. И приклеить его. Сначала приклеить. Потом уже вкрутить болты. Но! Я-то думал, что я один такой умный. Но вот в компании Filmtrax позаботились об этом. И уже изначально... Сейчас я... По-варварски зубами, да? Никита варвар напишет. Позаботились об этом. Вот, собственно, можно увидеть, что здесь специальный поролоновый такой... Наклеен уже заранее скотч. Уже все обрезано. Собственно, мы снимаем замечательную эту клейку-ленту. Ляпс! Коконечку. Вот. Заменьшаем аккуратненько. Готово. Придавливаем. Ой, чуть кривовато поставил. Ничего страшного. Люблю, когда неровно все. Собственно, потом дрем балтики. И смело вкручиваем их туда. И получается... Саморезы? Давай, ладно. И берем замечательные саморезы. И вкручиваем туда руками. Наш скейт почти готов. Я прикрутил слайдер. Все классно. Остался финальный штрих. У меня есть специальная коробочка, чтобы вы это думали. А это не то, что вы подумали. Это просто классная коробочка. Как она откроется? В которой я храню наклейки. Как у настоящего скейтера, у меня много прикольных наклеечек, которые я люблю клеить на свою доску. Мне очень нравится. Сейчас мы выберем что-нибудь отсюда красивое. У, смотри, что это фотография. Как громко. Видишь? Значит, что, вот мой фрегат готов. Моя бричка. Мой замечательный скейт. Собственно, я выбираю, на самом деле, скейт. Такой у меня пошире, колеса побольше. Такой вездеходец. То есть, чтобы и в пуле кататься, и по нашим суровым улицам. Потому что асфальт оставляет желать лучшего. Конечно, в центре вообще все классно. Плиточка у нас стык-стык. Идеально, изумительно уложена. Собянинская. Но не будем об этом. В целом, это мой выбор. На будущем могу сказать, что да, конечно же, доски пошире, побольше. Это все-таки ребята любят те, кто катается в боулах, рампах. Ребята стритовую любят поуже, полегче подвески. Там облегченный кинпин, облегченную ось там и прочее. Но в целом, вы можете найти свой выбор сами. Если вам нравится катать на легком комплекте в пуле, пожалуйста. Велком. Главное правило, наверное, чтобы подвески не торчали за доску. Это самое такое дико. А в остальном можете экспериментировать, пробовать различные детали. Собственно, все. Желаю вам успехов. Вот лето началось. Вперед кататься. А Никита будет играть в доту. Увидимся в следующем году. Вот и все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Сейчас мы на самом деле пойдем вниз и узнаем, классный ли я скейт собрал. Спрашиваем продавцов, что они об этом думают. Финальный штрих. Надо, конечно, выйти на улицу, постоять на нем и покрутить вот этот замок. Замечательный кинпин, потому что я его не раскручивал, не прикручивал. Настроить его под мой вес. Собственно, все. Скейт готов. Полетели. Сейчас, наверное, кого-нибудь не занят. О, вот есть эксперт. Здесь минутка. Смотри, я скейт собрал. Красиво, как считаешь? Нравится тебе? Конечно, конечно. Ты собирал. Да? Ну. Нет, ну, а как бы ты на таком бы катался, тебе нравится там сетап колеса, такая доска. Да, он бодро смотри, спектр ларис, очень здорово. Подвесочки неплохие. Дек и все так. А это знаешь, что за наклик? Конечно. Что это? Сех. Спасибо, спасибо. Пойдем. Пойдем. Всем спасибо за просмотр. К сожалению, скажу, что на нем я не смогу в полную мощь покататься, потому что у меня травмировано колено. Скоро мне предстоит операция. И все это лето я пропущу, но смогу поучаствовать в обучающих роликах. Я думаю, мы будем, найдем каких-нибудь классных скейтбордистов, которых я буду учить. Вот, собственно, смотрите дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы смотрим и читаем. Нам очень важно ваше мнение. Всем спасибо. Я поехал. Спасибо.